Всем хай, танкеры! Злобе на связи! Вы включили 134 выпуск рубрики Назабив. А если это случилось, значит в Блице уже вышло самое масштабное и грандиозное обновление за всё время. Патч 10.0 уже доступен для всех. Перечислять все нововведения я, конечно же, не стану. Ведь сегодня мы с вами собрались по одному поводу. Новая ветка в нашей игре. Чехословацкое дерево развития тяжёлых танков с венцом ВЗ-55. Это не только новые тяжи с 6 по 10 уровень, которые любой из вас сможет поставить себе в ангар, но и обладатели новой, уникальной и немного за спойлерю очень даже крутой механики. Но обо всём по порядку. Для начала хочу объявить вам о крутом розыгрыше легендарных скинов на новую ветку. Их я выиграл на стриме у Ани Тортика и Ильи. Да, я разыграю сразу 5 легендарных камуфляжей на всю ветку среди зрителей в своём Телеграм-канале. Вам нужно будет только подписаться и нажать кнопку «Участвую». 15 счастливчиков получат себе на аккаунты эти скины. Все подробности в описании. Я долго думал, с кем же сравнить нового европейца и решил, что всё гениально и просто. ВЗ-55 против легендарного ИС-7. Самый новый тяж против того, с которого начинают большинство танкистов. Оба танка обладают неплохой бронёй. Похоже, эльфой и оба должны играться на первой линии. Сегодня наш дед проверит вазика на профпригодность и погоняет его по картам в лица. В большинстве своём по новой карте Лагуна. Как я уже говорил выше, в обновлении 10.0 очень много нововведений. А значит и поводов для выхода роликов. Поэтому прожимайте прямо сейчас пальцы вверх. Пишите в комментарии, как вам обнова и новая ветка. А я постараюсь снять много интересных видео в будущем. Ну и про подписку на канал не забывайте, танкеры. Что ж, теперь можем начинать. Присаживайтесь поудобнее, запасайтесь чайком и сладостями и погнали. Первый раунд. Манёвренность. Сейчас узнаем, сможет ли Чехословак составить конкуренцию нашей щуке. Максимальная скорость вперёд и назад выше у советского тяжа. 45 и 15 км в час против 38 и 13 у новичка соответственно. Возможно, это связано с большей массой ВАЗика. 73,3 тонны против 71,8. Но при этом двигатель мощнее у ИС-7. 1228,5 лошадиных сил. У ВАЗ-55 1193,4. Вот и получается, что удельная мощность тоже отходит советскому тяжёлому танку. 17,1 лошадиная сила на тонну против 16,3. А вот скорость поворота корпуса и башни отходит новому ВАЗику. 38,7 градусов в секунду и 23,1 против 37,3 и 18,2 градусов у Дида соответственно. Но пока мы снимали всё на новой карте, видимо из-за каких-то грунтов ВАЗик очень медленно крутился. Хотя по цифрам проходимости они у него лучше. Это либо ошибка в цифрах, либо грунт на новой карте сверхнеобычный. На тех же виноградниках ВАЗик действительно оказался чуть быстрее. Что ж, в целом максимальная скорость и удельная мощность Дида всё-таки играют ключевую роль. Поэтому здесь Щука забирает первый балл в забиве и счёт становится 1-0 в пользу ИС-7. Пока ещё есть порох в пороховницах у Дида. Отлично, едем дальше. Второй раунд. Стрельба. Но здесь ТВЗ должен быть круче, иначе зачем ему быть? Калибр у тяжей одинаковый по 130 мм. Но средний урон у новичка больше. Нестандартные 470 единиц, что действительно круто. Против дедовских 460. Пробитие на основных снарядах можно сказать равное. Всего на 1 мм у ИСа выше. 260 мм против 259. А вот на голде ВЗ-55 имеет значительное преимущество. 330 мм против 303. Может разработчики просто перепутали 0 с тройкой у ИСа? Скажите им кто-нибудь. Время перезарядки чуть-чуть быстрее у Дида. 10,7 секунд против 10,9. Но из-за большей альфы урон в минуту чуть-чуть выше у нового тяжа. 2596 единиц против 2584. У ВН тоже комфортнее у ВАЗика. Минус 7 градусов против минус 6. Собственно, как время сведения и точность. 3,6 секунды и 0,344 метра против 4,6 секунд и 0,371 метра. Что ж, я не думал, что орудия будут так близки по ТТХ. Но несмотря на это, почти во всех аспектах Чехословак обходит дедулю. Но помимо всего прочего, у новой ветки, начиная с 9 уровня, есть своя уникальная механика. Давайте посмотрим, как ею пользоваться. Боевая стабилизация позволяет вам всегда стрелять с минимальным разбросом, пока вы двигаетесь не более 15 км в час вперед и назад. Тяжело двигаться назад больше 15 км в час, когда максималка 13, но ладно. То есть, это будет позволять вам всегда точно бить по уязвимым зонам противника и при этом самим мансовать из стороны в сторону. Но важно знать, что вращение башни тоже влияет на разброс, независимо от вашей скорости. Что ж, если добавить в ТТХ еще и эту фичу, которая, как мне кажется, очень будет полезна в боях, то ВЗ-55 вообще в пух и прах разносит деда по комфорту стрельбы. Новичок уверенно сравнивает счет, забирая балл в свою пользу. Счет 1-1. И мы идем смотреть на возможности в танковании наших тяжей. Третий раунд. Броня. Как обычно, сначала теория, потом практика. Смотрим цифры. Запас прочности выше у деда. 2450 хп против 2400. Лоб корпуса по цифрам толще УВЗ. 196 мм против 150. Но борта и корма корпуса отходят ИСУ. 150 мм ИСТО против 100 и 65 у новичка соответственно. Лоб башни толще УВЗ-55. 270 мм против 240. А борта и корма башни получаются уже традиционно крепче у ИС-7. 185 мм и 94 против 150 и 70 мм у Чехословака соответственно. Что ж, здесь сложно. Давайте начнем с того, что оба тяжа обладают хорошей лобовой броней. И созданы для танкования на первой линии. Но у ИС-7 лучше круговая броня. Думаю, с этим никто спорить не будет. Башня из-за наличия лючков УВЗ сильней у ИС-7. Лоб корпуса возможно и крепче УВЗ. Так как в ЛД там действительно достойная. Но все равно пробивается эта полоска с триплексом, что не очень приятно. У ИС-7 его щучий нос вообще является и благословением, и проклятием одновременно. Поэтому в ЛД мне больше нравится у новичка. Борта сильнее у ИС-7. Вазик пробивается при небольших передоворотах. Да и вообще в АЗ всякие Е-100 и прочие дренометы смогут пробивать в корму фугасами. Где это видано? Но вы должны понимать, что у 55 на самом деле хорошая броня. И он будет танковать в правильных позициях. Но у ИС-7 она все-таки лучше, на мой взгляд. Балл отходит советскому тяжу. Счет становится 2-1 в его пользу. И это значит, что все решится в ПВП. Погнали смотреть. Поехали, дуэль 1 на 1. Я играю на ВЗ-55. Против меня Бобби Фишер, капитан моей европейской команды на ИС-7. И начинаем первые тычки с пробитий. Это повезло довольно-таки. Потому что во втором бою не так все будет хорошо. Ну и собственно здесь сразу же я танкую катком. Мне повезло. Уже веду плюс тычку. И понимаю, что в принципе все довольно-таки хорошо. ИС-7 здесь вот видите, как я говорил, щучий нос. Это и проклятие, и благословение ИС-7 одновременно. Пробиваю его. Но как-то вот я смотрю, что ИС-7 довольно-таки легко меня прошивает. При этом я не особо пока что понимаю, куда. Что-то в люк, понятное дело, что-то нет. Здесь он орудием танкует. Я плохо выцелил, потому что вот в этой грязи ВЗ-55 вообще не вертится, не крутится. И довольно-таки тяжело крутить. Но все-таки здесь уже пробиваю. Но к этому времени ИС-7 вообще все пробивает. Как будто бы засунул в меня дуло. И не высовывая начинает одно за одним пробитие делать. Я уже становлюсь ему на две тычки. Начинаю немножко здесь паниковать. Выдаю пробитие. Он для меня шотный. Потому что я довольно-таки до этого хорошо, видимо, на удачу танканул. У меня 400 хп. И здесь, так как мы в голосе записываем, Буби Фишер понимает, что ему нужно давать ББшку. Я не пробиваю, потому что вэнов не хватает. Он отъезжает назад, чтобы ББшке меня точно забрать. Стреляет. И у него с ББшки вылетает 360. То есть здесь, по сути, ИС-7 должен был похоронить ВЗ. Просто рандом сказал, нет, узлобин у нас подкрученный. Поэтому альфа не пройдет. И все-таки я добиваю. ВЗ-55 забирает первый бой. Ну а теперь вторая катка. Мы поменялись танками для чистоты эксперимента. И попрошу вас заметить этот выстрел, где я полностью был сведен на крышку корпуса. Но ИС-7 сказал, нет, теперь открутка и ты не попадешь. И я уже сразу же с первой тычки проигрываю. Но при этом я заметил, что люк довольно-таки легко в ВЗ-55 пробивается. Конечно, Буби Фишер меня тоже все время пробивает. Но я ББшками его шью, а он меня голдой. И в этом, на самом деле, принципиальное различие. Что ИС-7 в клинче ББшками очень тяжело... Ну, не очень тяжело, но тяжелее пробивать, чем Вазика. Потому что у Вазика есть эти купола, да, или же люк, который очень даже легко пробивается. Как вы можете заметить, ББшка одна за другой залетает. И что самое главное, за счет того, что мы стреляем ББшками, альфа здесь превосходно проходит. У меня вылетает 575, и сейчас должна вылетать с ББшки тоже альфа. По сути, я забрал 1000 хп с двух выстрелов, благодаря перку. Ну и здесь без каких-либо проблем ИС-7. Несмотря на то, что я первую тычку вообще промахнулся, все равно ИС-7 очень даже легко выиграл эту дуэль. Давайте посмотрим решающий бой третий. Мы опять поменялись танками. Теперь я на ВЗ-55, Буби Фишер опять на ИС-7. И погнали. Выдаю тычку, теперь залетело. Хорошо, повезло. И начинаю как-то сближаться, чтобы заехать в клинч. Но потом думаю, ладно, дам еще одну ВНЛД, тем более Буби Фишер целит люк. Он понял, что в люк довольно-таки легко пробивать после прошлого боя. И все, и здесь начинаем уже в клинче. Я пытаюсь как-то орудием закрывать. Он тоже, правда, закрывает. Сначала выдаю пробитие, потом закрываю. Но за счет того, что у него КДшка чуть бы быстрее, он, конечно, шустрее это делает. И сейчас я уже сделаю акцент все-таки на танковании. Но смотрите, у меня 973 хп. Если у ИС-7 проходит перк, а он, конечно же, проходит, потому что это ИС-7. У меня-то тоже перк прошел, но теперь я шотный, а ИС-7 для меня не шотный. И здесь я понимаю, что мне нужно максимально жестко танковать. Пытаюсь как-то свое дуло ему всунуть прямо в маску, чтобы как-то вытанковать. Вот, даже не стреляю. Все, вытанковал, выдаю. ИС-7 шотный, но он все равно КДшится раньше. Я понимаю, что мне нужно еще одну танковать для того, чтобы выиграть эту дуэль. При этом еще потом умудриться надо будет пробить. Но здесь я даже не успел от КДшить, ИС-7 убивает вообще без каких-либо проблем. За счет того, что можно стрелять ББшками, ИС-7 выигрывает. Итоговый счет становится 3-1 в пользу ИС-7. Вот старая школа преподала урок новый. Сейчас смотрите Забив и обязательно досмотрите ролик до конца. Там я выскажу свое мнение по поводу нового танчика. Стоит ли его вообще качать и так ли он плох, что его выиграло 6-7. И как назло, я кому ли не взял. Бас не. Так, ну пойду. Ну ладно, буду продажками тащить. Зарядом с начала боя колбас. Ну а кстати, да, ребят, можете блондить уже. В небо. Куда не блонить? Блонить вообще тут знаю одну позицию просто. Ну зачем мы так едим, пацаны? Ну зачем? Это как я не знаю. Давай, карта нечего. Охрен, пинг. Не, ну карта неплохо выглядит. Попаш, как я не отстал. Давайте, ребят, я готов вас встречать. Город трескает. Она отсталет. Ну что, парни? Там цикличка. Барабан на 7 снарядов. Ну да, да. Не, не могу написать. Клокин тренер. 7 противников, 7 снарядов. Отлично. Сколько у вас хп? За 600 вегетрицах. Вот такая там. 6 противников. Поэтому будьте осторожны. 1200. Ничего себе. А где он, пацаны? 1200 у кого-то хп? Нет, мне 700. Больше всего у меня 800. Жесть. Да. Ну вы где, ребят? А вы не по. А тебе нажимают. Да, вы не по. А тебе нажимают. Вы что-то не с той стороны, правда, заехали, парни. Я вас здесь не ждал. Прости. Бул красный. Да, да. Ты меня уже пробил. Это я был. Зачем? Просто так. Контрить. Противесь красный. Не контришь. Брати. Давай на гусеницу, на гусеницу. Ой, нормально там выказываешься. Слабая. Стой, стой, стой. Стой. Нет, не будешь. Так, он в четвертый уровень, наверное, не очень опасен, да? Увы. Нет ничего. Пропитие, честно. Нет. Давайте, давайте, пока он на гусле. Угас имею. Ну ладно, пойдет. Хорошо, что не у меня. Слушайте, мне нравится карта. Тут так много угловых позиций. Используй мне, как укрытие. Ой, хорошо. Я даже в броди не пробиваю, кумулями, пипец. Вот, не брасный. О, там фугасы, реально. Дремя. КВ-220. КВ-220 доехал. Легенда пятого уровня, давай. Че-то так, что-то. Блин, а так тяжело. Блин, рано. Он красный. Фугасы, это прям экран. Надо дай его контрац, когда он на перезарядке. Парни, вы че-то. Давайте, я его на гусле. Нет, может, мы просто заберем его. Парни, дайте. Да я не контрац вообще. Давай, шарман, 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 тогда надо принимать, ехать. Шарман. Шарман, просто вкативаются. И там разменяемся. Только не парни, у него перкует. Шарман, покажи на демократию. Демократия. Вот это звание, гоник. Шарман, разбирай. Пугасывай. Пугасывай. Весик, угасывай. Наконец-то. Так, все. Я показал демократии. Много ты на нем наиграл, аж 50-й ранг. Конечно. Батичник. Давайте такой же самый. Ну, ты, вы, короче, пони. Че, что он опять в кусты сядет? И не увидит. Да, не любит. А, что-то я понял, что я так тебя не особо рабочий, на самом деле. Хорошина у тебя в кустах стоит. Ну, ага. А знаешь, как я не толкайся? Я водитель от бога. Я Доминик Торет. Да же ужас, ты сбит полу, бро, выбрестай. Я демократ, мне нельзя толкать. А я трамвай. И че? Опа. Я заценик. Что это, что это? А, вы все здесь? Ну, конечно. Не-не-не-не. Ну, как это не на меня? Лучше, чем... А, ну как так вышло-то, а? Удей! Ай, красный. Этот пугас или не пугасит? Это вам не хухры-мухры. Так, вперед. Слушай, как это еще не лучше жизни быть. Это все... О, хорошо. Еще, еще, еще. Короче, окружаем их не сам. Альфа, пожалуйста. Найс. На галде корма красная. Это вам, дедуля, ребята. Это не хухры-мухры. Советская мара. Бук, все понятно. Забив. Тут вас нет советская магия. Может, крапать. Ай, труп. Нет? Так, вот этого демократа точно надо. Нет, ты, ты, я опять него не попадал. Он погнал. Он погнал. Нет, ну, тут, ребят, круговая броня-то есть, да? Помните, европейцы. Выборжаем. Ох. Еще, васяк. Заберать. У тебя просто... Даже в кустах стоять не пришлось. Ну, и сок, это-то уже посерьезнее противник. Ну, да. Проверенный временем. Слайте. Ой, пробился. КВ-202. Легенда пятого уровня. Не дано против десятого. Не, в смысле, в серый не пробил ничего. Здорово, с ним пока. Логика нашей игры. На 20, то есть, в другую я неожидану пробить в серый. Хорошо. Капец. Кружимся, кружимся. Не, на такой красивой карте можно и покрутиться, в принципе. Опа. Опа. Не пришел. Достойная награда за БТТ. Нет, я не так рада скажу еще. Ваша остановочка трамвайствой. Ладно. Ты что? Нет, я удивлюсь, если КВ-20220 и КВ-28 затащит. Ну, конечно, затащит. Ну, я уже был. Все бывает в этой жизни. Итоговый счет 3-1 в пользу ИС-7. Да, дедуля преподал новичку знатный урок. Но значит ли это, что ВЗ-55 плохой? Вовсе нет. В целом, как я уже говорил выше, чехословак очень комфортный, благодаря хорошему орудию. Потанковать он тоже способен, но назвать его эталоном брони, конечно же, нельзя. В целом, ветка идеально подойдет для новичков. Я не зря сравнил ВАЗика с ИС-7, которого многие начинают качать первым топом. С ВЗ-55 можно делать то же самое. Возможно, вы получите чуть меньше брони, но зато там точно будет больше комфорта в плане стрельбы. В любом случае, все это дело надо обкатывать в рандоме и смотреть уже там. Я же постарался в первые дни обновы снять для вас это видео. И надеюсь, вы оцените его лайком, подпишитесь на канал и напишите в комментарии, как вам ролик и обнова в целом. Что конкретно вам больше всего зашло в 10.0? Пишите, интересно будет почитать. Ну а на этом у меня все. Большое спасибо всем за просмотр и увидимся в следующих видео.